Мы встречаем в нашей студии Наталью Дагадаеву, дизайнера интерьеров и эксперта нашей программы. Сегодня с Натальей говорим на супертрендовую тему. Реставрация старой мебели по новым трендам. Доброе утро! Доброе утро! Ну, смотрите, сейчас такое время, что нужно экономить. И я не знаю более экономичного способа создать дизайнерскую вещь в квартире, как отреставрировать старую. Сейчас в тренде антиквариатные вещи. Особенно пользуются спросом стиль мид-сенчури модерн. Это во времена хрущевской оттепели. Вот такая своеобразная мебель, легкие кресла на деревянных ножках, комоды бабушкины лакированные. То есть это очень часто я вижу на мусорках и у меня сердце разрывается, потому что эти вещи очень хорошо смотрятся в современных интерьерах и будут актуальны очень долгое время. Вот, смотрите, на примере вот этих фото я могу показать, как одна красноярская семья из мебели, которая, возможно, не вписалась им в интерьер и, честно говоря, потеряла свою актуальность, они превратили в настоящее произведение искусства. К примеру, у них есть шкаф, купленный на блошинном рынке за 5 тысяч рублей. На материалы они потратили около 10 тысяч рублей. Чуть-чуть упорства, труда и креатива, и посмотрите, какие шедевры получились. Это действительно удивительно. Это в прямом смысле слова руки должны исправить. Эти люди профессиональные реставраторы. Ну, я не скажу, что это связано с их профессией, все-таки сфера деятельности у них другая. Конечно, это нужно любить. Если вы человек, который любит работать руками, если у вас есть усидчивость, терпение, где-то, возможно, даже физическая сила понадобится, так как мы видим, что из недорогого портала камина здесь лобзиком выпилили такой фигурный вырез, потому что это под электрокамин был. Вот это все фотографии, но у нас же есть в студии вещи, которые мы можем прямо потрогать, и посмотреть воочию. Это тоже осовремененный предмет интерьера. Да, вот это кресло у меня есть на фотографии, его в буквальном смысле нашли мусорки. Это вот это кресло? Это вот это кресло. То есть видите, как заиграло по-новому. А можно я присяду? Конечно, можно присядьте. Расскажите про историю этого кресла. Вообще, как это, из чего перетягивалось? Что нужно было еще заменить, кроме самой ткани? Конечно, заменили наполнитель, потому что со временем любой наполнитель, даже в достаточно новой мебели, он прохудился, и на нем неудобно сидеть. Если есть какие-то мелко... Оно меня выдержит нормально, все, оно поскрипывает. Да, хорошо. Ну, старый, конечно. Это как раз, да, особенности антиквариата. Старичок держит молодушку, резинки, если есть какие-то деревянные вещи, мы их реставрируем, покрываем лаком, то есть все... Вы знаете, если честно, то с точки зрения эргономики очень удобное кресло. Мне в основном не нравятся современные огромные кресла. С моим ростом некомфортно сидеть. Сань, ну ты, Сань, говорю, Сань, сядь, 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 как будто ты сидишь дома, а не на работе. Ну вот, это прекрасно. Ну нормально, сядь. Ну я прик... Ну вот, все. А если пуфик под ноги подставить? О, еще лучше мне будет. Да, вот смотрите, скучный пуфик, его изменили. Давай пуфик тебе под ноги поставим. Да, ну давайте. Его изменили и сделали вот такие комплекты из абажур. Ну то есть держи еще лампу, нормальный ты человек. Ну отчего, это же необычный образ, в пятницу же. Давайте. Так. Что ты творишь вообще? О, красота. Вот это все забираю. Все, можешь и продолжать. Костюм хорошо. Боже мой. Боже мой. Вот так бы работать, да все пять дней в неделю. Да всем бы такого партнера, как Солнцев, вы посмотрите. Осталось только тазик с водой принести. Да, а мне бы такой бокал в пятницу, вот было бы хорошо. Хорошо, продолжим тему. Ну, смотрите, да, реставрации может быть подвержена любая мебель, которая вам нравится, с которой вам жалко расставаться. Это может быть удобное кресло, которое вам досталось наследство от бабушки. Это может быть, вот как в случае с коричневым креслом, какая-то дорогая вещь, которая вам надоела уже по внешнему виду, возможно, не вписывается в ваш новый ремонт, а выкинуть ее жалко, потому что вы потратили на нее достаточно много средств. Соответственно, мы можем заменить обивку, изменить покраску деталей. К примеру, это кресло могло быть и с белыми ножками, уже совсем бы по-другому заиграло. И отлично впишется в интерьер. Но это хорошо, когда можно сделать своими руками или отдать, допустим, специалисту. Можете по цене сориентировать вообще? Ну, то есть, есть какой-то разбег. Понятно, что все зависит от материалов, да? Но если взять какую-то простую ткань, наполнитель там и так далее, сколько это может вообще стоить? Ну, смотрите, сложно сейчас так сказать, потому что мы видим, что все кресла, они разные по конфигурации. Соответственно, это другая выкройка. Там может быть более сложный ремонт, когда потребуется замена не только наполнителя, но и резинок какого-то основания, ремонт. Вот как Татьяна говорит, чтобы не скрипело. Если, к примеру, это шкаф, чаще всего меняются петли, ставится дополнительная фурнитура. Ну, вот разбег цен на шкаф я вам сказала, то есть до 20 тысяч можно сделать такой вот красивый вид, да? Что касается кресла, надо смотреть по ткани, но я думаю, это тоже в районе 20-25. Ну, как бы это грубая прикидка. Наташа, а всегда ли нужно, например, воспользоваться услугами дизайнера, чтобы все-таки превратить старое кресло или какую-то старую вещь в стильную штучку? Потому что, знаете, иногда же умелые ручки, и получается все равно мебель для дачи, а все-таки не стильный интерьерный какой-то там такой. Да, конечно, это еще одно условие, по которому вам стоит или не стоит заниматься реставрацией самостоятельно. Это как раз, если вы обладаете вот этим чувством прекрасного, если вы знаете, как вписать ваш интерьер, какой подобрать цвет, какую ткань, чтобы это все заиграло, возможно составить комплект. Если вы самостоятельно это можете, я знаю, что многие люди это умеют и практикуют, да? Если нет, то, конечно, лучше проконсультироваться у дизайнера, либо посмотреть примеры в интернете интерьерный, то есть забить свой стиль. Еще очень важно выдерживать стиль помещения, в котором находится этот предмет. То есть вот как мы видим, здесь кресло, оно было в таком классическом интерьере, уже вот в такой обивке тут нужно что-то более свежее. То есть можно, Таня вообще последние пять минут сидит на черепах, например. Да, 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 если вы не разглядели это черепа, Таня, да. Ну, на самом деле этот принт уже не один сезон в тренде. Мы знаем, что есть дизайнерская одежда, ремни с черепами. Всегда у нас тренды из подиумов переходят в интерьеры. Соответственно, ничего страшного в этом нет. Где-то в Мексике это даже какой-то сакральный смысл. Наталья, я уловила одну очень важную мысль, что те предметы интерьера, которые были когда-то актуальны в советское время, сейчас это просто, это преступление, если они оказываются на помойке, да? Да, да, и мне вот совершенно непонятно, почему люди не понимают ценность таких вещей. Посмотрите, вот комод, стенка, которая нам досталась от бабушки, на которую вы уже, наверное, смотреть не можете. Может быть, вам заменить не стенку, а интерьер? Либо кресло с подлокотниками. Во времена Хрущевской оттепели квартиры были очень маленькие по площади, и мебель, соответственно, делалась более облегченная, воздушная. Это сейчас в тренде, особенно очень удобно, что на высоких ножках можно убираться, то есть люди, которые не любят пыль, советуют. Да, в финале разговора от себя добавлю, если действительно такая вещь интерьера у вас есть, пылится, вы о ней забыли, или ходите запинаясь, нужно просто обратиться к специалистам, узнать цену, если вас она устроит, взять и обновить, правда же, и включить ее в новый интерьер, или, например, продать ее еще дороже, чем выбрасывать ее на помойку. Вот продать дороже отлично получится, потому что, например, такие вещи, которые уже лежат и никому не нужны, стоят сотни тысяч. Выбросить самое простое, правда же. Приходите к нам еще. Вам большое спасибо. Сегодня поговорили о реставрации мебели в современном стиле. Это можно сделать и довольно-таки недорого и доступно.